Эй, пссс, здарова. Последняя цифра твоего лайка на этом видео покажет кто-то из мелан плейграунд, а последняя цифра твоей подписки на мой канал покажет твой предмет из мелан плейграунд, поэтому спускайся прямо сейчас вниз, подпишись и поставь лайк, посмотри на экран, обрати внимание на последнюю цифру твоего лайка и твоей подписки, и напиши в комментариях кто ты из мелан плейграунд, все просто. Если твой лайк восьмой, а последняя цифра подписки номер пять, то ты лимон с кактусом. Прояви свою фантазию и приятного тебе просмотра. Недавно на просторах интернета я нашел такой сайт как FunPay, думаю в представлении он абсолютно не нуждается. Здесь ты можешь купить аккаунты, игровую валюту или даже буст по таким играм как Stand Off 2, PUBG Mobile, Free Fire, Brawl Stars и так далее. Товары на данном сайте дешевле чем в стиме или любой другой платформе. Например, я хочу купить себе понтовый аккаунт Stand Off 2 с классным таким вот ID. Я просто выбираю себе нужный товар. Далее я произвожу оплату любым способом, который удобен лично для меня. Далее получаем товар в чате с продавцом, важно чтобы все работало. Только после полной проверки аккаунта подтверждайте получение и оставляйте свой отзыв и оценку. Покупать на FunPay не только выгодно, но и безопасно. Ссылочка на FunPay будет в описании и закрепленном комментарии. И здарова, здарова дорогие друзья, ты на канале Милан Фонко. В этом видеоролике мы с тобой поговорим про достижения в Милан Плейграунд. Но перед началом видеоролика я как всегда хочу сказать огромное спасибо вот этим вот ребятам за то, что они попали в мой видеоролик. И если ты хочешь попасть в мой следующий видос, то все достаточно просто. Тебе нужно подписаться на канал, поставить лайк, написать свой топовый комментарий. Но не забудь подписаться на телегу, ссылочка как всегда в описании. В общем, я не буду тянуть твое время и приятного тебе просмотра. Итак, в этом видеоролике я вам покажу некоторые достижения, которые вы можете получить прямо сейчас, которые я уже нашел и о которых я знаю. К сожалению, пока все достижения я не смог отыскать. И если ты знаешь какое-то секретное достижение, напиши об этом в комментариях. Итак, у меня разбакировано целых 8 достижений из 15. И давайте я расскажу о первом. Первый называется What.ms. И достижение это выполняется достаточно просто. Вам нужно просто перейти в файл менеджер и просто трясти карту. Вот это вот просто трясти вниз, вниз, вниз и тогда оно у вас обрушится. И у вас добавится достижение под названием What.ms. Что достаточно интересно и это отсылка к старой, к старой пасхалке, которая была добавлена уже в бородатые времена. Достаточно интересно, не правда ли? Ну и следующее достижение под названием It's Popcorn Time. Вообще, достаточно простое достижение и это достижение говорит само по себе. Я бы вообще, в принципе, нашел случайно. Я, как всегда, балался, искал что-то в поисках достижения и, в принципе, просто решил подпалить всех мелонов. И тогда я нашел достижение под названием It's Popcorn Time. Все, что нужно нам сделать, это просто поджечь кукурузку. И тогда оно начнет превращаться в попкорн и, в принципе, все здесь понятно. Достаточно интересное и такое, знаете, секретное достижение, но выполняется оно достаточно просто, просто потому что оно у всех на виду. Я думаю, что секретных достижений еще очень много и нам еще есть о чем поговорить. И следующее достижение звучит следующим образом. Оно называется Bad Modder. Все достаточно просто в этом достижении. Тебе просто нужно отключить один из любых модов. Вы просто переходите в Mod Editor и просто отключаете уже существующий мод. И все, у вас добавляется это достижение и эта ачивка. Здесь все просто и просто не нужно заморачиваться над этим. Просто отключаете мод, либо создаете новый мод и отключаете уже старый мод. В общем, вы поняли. Отключаете мод и у вас добавляется эта ачивка. Ну и следующее достижение называется Гипертемия. Тебе нужно просто заморозить Милона. Давайте попробуем это сделать. Мы берем, точнее не замораживаем сначала Милона. Все это легче делается благодаря новым стихиям. Поэтому берете новую стихию, допустим, Огонь. И сначала поджигаете кукурузу, Милона, Тыкву. Не важно, что это будет за NPC. Просто поджигаете его. И затем мы берем любое замораживающее устройство. Я возьму стихию, так как это удобнее. И мы просто замораживаем нашего Милона. И теперь у нас открываются достижения под названием Гипертемия. Достаточно простое достижение. Я его тоже открыл случайно. И мне было, в принципе, интересно про это наблюдать. И давайте перейдем к следующему достижению. Следующее достижение называется Parent Mode. Все достаточно просто. Вы переходите в настройки и отключаете просто нужные функции. Все это находится во вкладочке видео. Просто отключаете вот эти вот функции, которые я вам сейчас показываю на экране. И, в принципе, у вас это достижение легко достаточно откроется. Здесь тоже ничего сложного. И, если честно, я это достижение подсмотрел в комментариях. Спасибо, что пишете комментарии про достижения. Если у вас какие-то есть новые секретные достижения, о которых я еще не знаю и о которых я еще не рассказал, то обязательно пиши в комментариях. И мы вместе откроем все 15 достижений. И я хочу, чтобы мы были первые среди всех ютуберов. Поэтому помогайте мне это сделать. Итак, следующее достижение называется Content Creator. Здесь, в принципе, все говорит само за себя. Чтобы открыть это достижение, вам нужно перейти в простую вкладочку Mod Editor и создать новый мод. Или загрузить его. Здесь, в принципе, не важно, что вы будете делать. Поэтому просто создаете новый мод или добавляете уже существующий мод в игру. И тогда у вас откроется это достижение. Все достаточно просто. Ну и последнее достижение, которое я смог отыскать, называется Тиапати. Чтобы открыть это достижение, вам достаточно просто разбить много пачек чая в озеро, чтобы оно покраснело или почернело или почаилось. В общем, кто-то из этих эпитетов. Выбирайте сами, какой вам больше нравится. В общем, просто берете эти пакетики чая, вырываете его в море. И тогда у вас откроется это достижение Тиапати. Достаточно интересно. При съемке этого видео я пытался отыскать еще пару достижений, но, к сожалению, у меня не вышло. Я пытался разбить подарки, но тоже не вышло. Так что пишите в комментариях все достижения, которые вы смогли найти. Будет достаточно интересно. Ну и вкратце, сегодня такой видеоролик у нас получился. Все мы оставим на вторую часть. Все оставшиеся достижения, что я смогу отыскать. Не без помощи вас, скорее всего, потому что остальные я не знаю, как найти. В общем, какая-то такая сегодня у нас история получилась. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И помню, дружище, как всегда, увидимся на днях.